Здравствуйте, с вами Волг. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Итак, крыша Зеленского – это Коломойский. Так вот, крыша Зеленского в Америку не поехала. Крыша села в Украине, а кукуха Зеленского – это безуглая. Вот она-то как раз у него и поехала. Ну, не факт, что она не сядет. Просто вот эту кукуху Зеленского Ермак так пришпорил, и сказала «Цоп-цопэ». Она – так-дым, 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 так-дым. И причем вот это безумие, которое происходит, безуглие безумие, которое происходит каждый день. Там еще вот эти, знаете, у боссов мафии были консильеры. У Зеленского эти шмыгальеры, вот эти флебустеры-шмыгальеры. они прекрасно понимают, что они сейчас паразитируют на стокгольмском синдроме. Это когда захваченные заложники как бы сочувствуют террористам, они становятся на их сторону, супереживают, потому что они от них зависят. Вот этот вот стокгольмский синдром, он еще называется блокировка плохих новостей, блокировка плохих ожиданий у людей, вот это апатичное желание не анализировать, не анализировать собственные ошибки. Они пришли к тому, к чему приходить им совершенно не хотелось, потому что, к сожалению, кукуха у Зеленского, она многолика, причем она подлая, она мерзкая, она именно вот эта кукуха Зеленского, поехавшая, она наобещала нам, что мы уже давно должны вот эти шашлыки в Крыму жарить, мы там уже в Ялте концерты должны давать, то есть людям очень хотелось этого услышать, им это говорили. Людям очень хотелось вот барыгу убрать, а квартального головоротика поставить очень хотелось. Ну так хочется лоху вот пойти в казино и выиграть миллион. Понимаете, мы потом этому лошаре будете очень долго объяснять, пока он сам не придет к тому, что в его проигрыше, кроме него, виноватых нет. В том, что люди понадеялись, что Зеленский что-то им даст, в этом же прежде всего вина людей. Никто не отрицает вину Зеленского, вот этих кукух, крыш и прочих шмыгальерий. Давайте начнем с того, что мы не можем переубедить некоторую часть населения, которые сосредоточились на том, что ищут оправдание себе. Им настолько проще, настолько удобнее не признаваться в собственной дури, в том, что они понадеялись на невозможное. Им рассказали сказку про Колобка, они в нее поверили. Вот эта сказка про Репку, вот из всех вышеперечисленных персонажей, которые тянут, потянут и, наконец, вытащат для них какой-то бонус, им так было приятно это услышать. И вот сегодня они видят разбитое корыто, но не признают его существование. А они говорят нам, что при Порошенко корыто было бы еще более разбитым. Вот при Порошенко бы они больше просрали в казино, если бы пошли туда играть. Но они будут какое-то время еще так рассказывать, потому что у нас украли свободу слова. Но мы сегодня лишены возможности публичной дискуссии. Но поэтому наша миссия с вами настолько важна, она настолько правильна, она настолько необходима государству, что я стараюсь там по два, по три раза в день давать вам, то есть ежедневно записываю ролики, и пытаюсь дать вам те аргументы, которые должны, ну, вот как капля камень, наконец, поменять ситуацию, потому что эту ситуацию мы с вами менять обязаны, и нам очень помогают обстоятельства. К сожалению, самым отвратительным и неприятным образом сама жизнь помогает нам вот эту задачу выполнить. Суровая реальность, она всегда безжалостна к тем, кто ее пытается не замечать. Чем дольше человек ее не замечает, тем потом тяжелее последствия. И вы посмотрите, как нам с вами помогают вот эти вот законы, законы там про мобилизацию. Он ведь помог самым естественным образом. Он как бы не хотели зеленые, вот чтобы их электральное поле, их ядерный электрод остался незатронутым, все равно он у них течет каждый день. Вот он у них течет, как едет их кукуха. Это приблизительно вот та же самая скорость утекания симпатии электората, как их тихая, вот тихий сдвиг по фазе. Он не всегда тихий, вы мне скажете, я абсолютно с вами соглашусь. Да, они иногда настолько громко, глупо и бездарно показывают свою неадекватность, но все равно сегодня мы не можем с вами выйти на улицы. Сегодня мы не можем с вами, ну вот тот самый Майдан, который всегда восстанавливал конституционный порядок, сегодня мы не можем его с вами начинать. Но это же не мешает нам, это ведь дает, точнее, это дает нам карт-бланш на то, чтобы вести индивидуальную работу. Ну вдумайтесь, если миллион патриотов проведет индивидуальную и эффективную работу, каждый с десятью уверовавшими в Зеленского и в его непогрешимость, то мы просто поменяем ситуацию, мы поменяем ее в корне. Единственное, на чем держится вот это вот зеленое недоразумение, это на рейтинге. Все глупости, которые он сделал за эти годы, он делал во имя его, во имя Отца, Сына и Святого рейтинга. Ничего другого, никакого другого божества у него нет. Он верит только в рейтинг. Они смотрят на цифрочки, смотрят на рейтинг и чувствуют перспективы, чувствуют возможность дальше продолжать. Нет, они, конечно же, догадываются, что рейтинг в один прекрасный момент уйдет, как с белых яблонь дым. И они, конечно же, рассчитывают, что в неразберихе они смогут куда-то свинтить, слинять и от нас куда-то деться. То есть оставить нам разворованную, разграбленную, разрушенную страну и отдыхать, а нам отдуваться. Насколько я не видел в фильм «Слуга народу», как многие говорят, это фильм, который оказал на мою жизнь самое большое влияние, хотя я его даже не смотрел. Я видел определенные какие-то куски, как, собственно, и вы все видели, какие-то цитаты из этого фильма, какие-то фрагменты. Фрагменты я понимаю, ну там фабула проста, как угол дома. Так вот, насколько я знаю, в этом фильме Голобородька оказывается в тюрьме. Я бы очень хотел, чтобы это неизбежно произошло со всеми, кто считается эффективными менеджерами вокруг главного разграбителя. То, что он делегировал свои полномочия тем, кому не имел права их передавать, не должно снимать ответственности со всей шоблы поголовно. В том числе, вот как должны ответить российские пропагандисты за свою гибельсовщину, точно так же должны ответить и все президентские, вот эти вот платные позитивные шавки. Потому что их роль в том, что произошло, тоже не надо преуменьшать. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, лайки, комментарии, перепост. А победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персональ не за фамилию.